Ученые Якутии продолжат исследование озера Барулах, расположенного на территории природного парка Ленские столбы. Милеющие зимой озеро давно привлекает внимание как местных жителей, так и ученых. Тайной загадочного водоема интересовалась Анна Саркомова. Чем примечательнее это озеро? Иногда бывает полное совсем. Даже берегов не бывает. И потом стоит так до осени. А осенью вся вода уходит. Озеро Барулах расположено в Хангаласском улусе на территории первого мальджагарского наслега на междуречии Лены и Ботомы. Это довольно большой водоем длиной около двух километров и шириной почти километр. Зимой уровень воды в нем резко падает на 10 метров. Причину этой природной загадки выяснили исследователи в конце прошлого года. Мы точно теперь знаем, что там есть воронка. Карстовая воронка на дне озера. А предполагаем мы то, что эта карстовая воронка сообщается с нижележащими пластами. И вода уходит, скорее всего, в Ботому. Но почему только зимой она уходит? Потому что, вероятно, там образуется ледяная пробка в этой трещине. И потом она растаивает как раз где-то в октябре, в начале ноября. О странном озере от местных жителей узнал учитель географии ойской средней школы Прокопий Наговицын. В мае прошлого года он впервые с учениками отправился к озеру Барулах. Узнали от местных жителей. Я сам проводил разведку, собирал информацию в течение года. Спрашивал у охотников, у проводников. Наши предки это заметили и назвали озеро Барулах. Барул. Барул – это водоворот. В 2010 году исследования карсовых процессов в районе озера Барулах уже проводились Институтом мерзлотоведения СОРАН. Эти исследования в своё время были включены в обоснование для включения природного парка «Ленские столбы» в список ЮНЕСКО. Следующая экспедиция состоится летом этого года. И, возможно, в скором времени озеро Барулах станет экскурсионным объектом.